То есть молодежь, молодежь, что сейчас работы нету практически, не все сейчас такие, после института, если такое херовое образование было, ты меня извини, пускай руками работают, ну что-то организовывать, а не болтать, вы сидите, болтаете, штаны протираете, болтаете, 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 ну ничего толкового, ноль. Единственное из моих хороших видео с нормальными людьми, вот я вчера очень много пересмотрела этого Черняева, потом этого, господи. От Сыковского. Ну-ну-ну, я его не видела, кстати. У меня же он работы прислал, вот вылетело из головы-то. Иванов. Ну, шутка выходили, выиграли. Рыбников. Рыбникова, я его обожаю, вот это вот его. Пока не человек. Вот, вот, вот такие люди, вот, понимаешь, вот эти видео, ну а твои вот это, это же я потеряла целую, десятки часов потеряла, это ужас, это же вот, ну и болтает, и болтает. Я думаю, ну где-то суть есть, нету, нету. Вот ваш здравый смысл, там сидят какие-то толстожопые, все протирают штаны и все. Зачем они это делают, я не поняла. Вот, дорогие друзья, это был Глаз народа, из какого города, Лена? Я? Да. Я из Нью-Йорка, ну я правда из Бруклина сейчас. То есть так вот видится Россия со стороны. Ты посмотри, какой, ты меня снимаешь втихую. Как втихую? Как, я же не вижу, что ты меня снимаешь. А, ты не видишь, вот, я с вами, да, мы едем сейчас. Вот, как... Ты втихую физиономию я снимаю, что ли? А? Не, в мою физиономию я снимаю, я же некрасивая, сейчас мне надо привести себя в порядок хотя бы. Бликует, плохо видно. Ну, слава богу, я так рада, что плохо видно. Ты уже зазвездила прям, звезда просто. Вот людишки, ну вот людишки-то, конечно. Короче, принцесса, нам нужно выдвигать своего кандидата на президенты, тем самым делать мировую сенсацию, и это будет фактическое дело. Ну, какого президента ты мне расскажи? Какого? Российского? Я могу только на российского претендовать. Я думала, ты шутишь по поводу президента. Это информационный повод. Для того, чтобы озвучить идеи свободной энергии на всю планету, нужен масштаб только либо Олимпиады, либо президентской гонки, ну и так далее. Понятно. То есть нужна всепланетарная круглосуточная интернет-трансляция о новых достижениях России в целях борьбы с терроризмом? Слушай, дамы смысл. Сидят, обсуждают там один какой-то, ну вот, с мужчиной, там, что один... Я просто обсуждаю то, что вот в Америке так, зачем сравнивать Америку с Россией? Ничего общего быть не может. Америка – это страна эмигрантов и вообще-то индейцев. Если мы начнем эту историю открывать, то это всем плохо не покажется. Вообще нечего сравнивать, ничего общего нет. Как можно Россию? Россия – это империя. Надо знать. И кто не знает, это вообще. Это империя, это вся планета. Как можно сравнивать с чем-то, что вы просто все равно, что огромный булыжник сравнивает с маленьким пяточком. Вот я не знаю. И сидит, обсуждает. Да кому это нужно, эти обсуждения? Объясни. Зачем? Хотите, вы приезжайте сюда, пожалуйста, будьте рабами. Здесь на Молдейский фронт. Пожалуйста, приезжайте. Елена, Елена, главный на школе здравого смысла – это господин Девятов, один из слушателей, который говорит, что нам договариваться надо в этических категориях. И он, большая ему благодарность, из раза в раз неслышатый, непонятый, тем не менее тащит этот крест. А где, а кто, который вот из них там сидит? Ну, там же так много людей, что даже не понять. Ну вот, видишь, ты плохо смотрела сюжеты. Девятого, смотри, выступление Девятого, Андрей Петрович. Можно прямо в интернете, я тебе ссылки пришлю. По Девятому, Андрей Петрович, да. Я сейчас смотрю на карандах там. Самое важное выступление на школе здравого смысла и вся школа здравого смысла – это площадка, заточенная под идеей неба политики, которая представляет глаз которых – это Девятов, Андрей Петрович. Это Девятого мая, да? Нет, Девятого не было. Я пришлю тебе ссылки. Все, мне некогда, я убегаю, Леночек. Я приду. Спасибо тебе огромное, на связи. Добро, давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok